Молния, друзья, двойник Путина в Казахстане на встрече с Такаевым то ли рисовал, то ли не рисовал, но в конце концов, пока российские бомбы летят на украинские города и пока Украина атакует Стормшеду и атакам с Россию, Путин рисует с Такаевым. Все обсуждают, он это или не он, потому что скандал вызвал это видео, где Путин впервые спустя две недели появился публично, и его руки были прикованы к столу, это даже разобрал немецкий бильд, утверждая, что это был искусственный интеллект. Кто полетел в Казахстан, двойник или Путин, что с настоящим Путиным, все это знает Росислав Мурзагулов, бывший политтехнолог и политолог Кремля. Росислав, приветствую вас. Даша, добрый день, да, раз в встрече. Итак, давайте обсуждать, учитывая то, что Путин пропал на две недели, а потом зачем-то, с какой-то целью его руки прицепили к столу, и это видео уже облетело весь мир, и бильд сделал по этому поводу комментарий, что руки отдельно, голова отдельно, текст отдельно. А вот Путин появляется, рисует, игнорируя рекордное падение рубля и акции «Газпрома». Вот это все, что его интересует. Что скажете? Ну, смотрите, по поводу… Давайте начнем с того, в чем я точно понимаю, то, что я знаю как бы от непосредственно людей, которые рядом с процессом находились, то есть у меня были всегда контакты хорошие в медийном блоке путинского окружения, и поэтому то, что нам показали с вами после его двухнедельного отсутствия, вот эти его странно сложенные руки, вы помните их, да? То есть это руки были сложно странно, поскольку руки были зафотошоплены. Я на это сразу обратил внимание, потому что, ну, все-таки не так уж много, но три десятка лет работаю на телевидении, так или иначе, и, соответственно, когда идет обсуждение такого острого вопроса, ну, я видел, наверное, в своей жизни десятки тысяч интервью, человек не может не помогать себе руками, поскольку это находится внутри нас глубоко, это язык нашего телодвижения, это, в общем-то, то, что мы не захотим, не сможем избежать, даже если сильно захотим, понимаете? Если мы говорим о чем-то важном, то я вот сейчас с вами говорю, и в моих рук не видно, но я сейчас объясняю, помогаю себе руками, это нормально для человека. Ненормально, когда у человека на протяжении семи с половиной минут руки движутся вот так, и они совершенно не шевелятся, даже палец там вот так не дрогнул, ничего, то есть, соответственно, это говорит о том, что, значит, там что-то не то. Я вывел этот ролик на большой экран, если вы помните, они его сознательно запостили, кстати, на Телеграме, а не на телевидении, как они это всегда делали раньше. Значит, соответственно, здесь был первый звоночек, а что с ним не так, с этим роликом. И когда я вывел его на очень большой экран, у меня была такая возможность, соответственно, я очень просто внимательно посмотрел, и я даже увидел те места, где была склейка. То есть, как бы, у меня есть стойкая уверенность, что, ну, на 99, там, и 9 в периоде, что, действительно, его вот нижняя часть корпуса, та, которая в кадре появляется, она была зафиксирована, как говорят на телевидении, застопорили эту часть, и, соответственно, потом склеили с верхней частью. А возникает вопрос, зачем это делать? Я связался с людьми, которые, ну, по-прежнему имеют доступ туда и могут там разговаривать. И, соответственно, мне рассказали, что у Путина, я, надо сказать, ошибся с версиями его отсутствия, мы с вами, по-моему, это обсуждали, я думал, что то ли у него русский грипп, как по классификации Станислава Белковского, да, когда люди пропадают, в общем-то, сильно любя погрузиться на дно стакана, значит, соответственно, то ли у него по онкологии, да, определенные процедуры, когда человек долго не может появиться потом в эфире, потому что он выглядит чуть-чуть нехорошо. И, соответственно, я ошибся и в том, и в другом, на самом деле, как мне пояснили, у него просто было обострение Паркинсона, у него руки тряслись, у него руки тряслись, у него депрессивное состояние, он никуда не хотел, просто он в плохом настроении, он никуда не хотел выходить, никуда не хотел ездить, ему предлагались там мероприятия, давайте мы аккуратненько, давайте мы вот так пройдемся, так пройдемся, чтобы никто не заметил. Нет, он никуда не ходил и пошел, да, вот только на эту запись, тогда, когда, соответственно, петух жареный в одно место клюнул. Жареный петух в виде, понятно, да, дальнобойных украинских ракет. И, соответственно, в этот момент он это сделал, но ты же не можешь в одной части просто взять и убрать у себя Паркинсона, потому что тебе уже 70 сгакам лет, и, соответственно, это то, что ты сам не контролируешь. И поэтому руки тряслись, и поэтому пришлось вмешиваться, соответственно, мастерам фотошопа, и там оборудование такое есть при службе Кремля, я об этом знаю хорошо, я с этой при службе взаимодействовал вот эти вот долгие десятилетия. И, соответственно, вот они это сделали, но, конечно, это было, что называется, палево, потому что, конечно, это очень многим было заметно, и если вы сейчас покажете этот ролик, наверняка он у вас припасен, то там очень хорошо видно, что действительно поза противоестественная. Теперь, что касается Казахстана и визита туда, значит, у меня есть стойкая уверенность, что, ну вот, как бы, убирая в сторону конспирологию, да, вот ту, которую любят заниматься некоторые наши с вами коллеги, в том числе в вашем эфире, у него двойники определенно существуют, и существуют довольно давно, причем мы с вами обсуждали, что я вам рассказывал, как своему там придворному журналисту Ванденко из Стаса, он даже рассказывал однажды, я вот не знаю, что его сподвигло на это, но он рассказывал, что ему ФСОшники еще в начале его президентской карьеры предлагали завести этих двойников в целях безопасности. То есть здесь речь идет о чем? Не о том, что Путин будет сидеть в Кремле и изображать из себя Путина, при этом, соответственно, это будет какой-то двойник. То есть речь идет о том, что это необходимо, например, как мы с вами тоже обсуждали как-то раз, в тех ситуациях, когда человека видно издалека, и когда эта местность, где человека видно, она простреливаемая. То есть известно доподлинно, это не скрывается никем, факт, что президенты больших стран в таких случаях двойников используют. И, например, ситуация, да, вот человек на летном поле заходит на борт самого самолета, и, например, вокруг находится много зданий, да, такие аэропорты бывают в мире, их много. Соответственно, избежать этой ситуации невозможно, а снайпер может с 3-4-5 километров человека снять выстрелом в голову достаточно легко с современными, значит, винтовками снайперскими. Соответственно, в таких случаях заходит на борт не сам человек, а человек, который действительно на него похож, он прямо в штате работает, он работает двойником, такие там ставки у него есть там, и, соответственно, это как бы нормальное явление. Я думаю, что, скорее всего, вот в тех ситуациях, когда Путин начал пропадать, а пропадать впервые он начал в 2011 году, когда у него действительно однозначно была онкология. Об этом мы с вами тоже рассуждали, я вам рассказывал о свидетельствах человека, который работал близко к Путину и занимался там международными вопросами, и который лично мне об этом рассказывал, что проблемы с онкологией у него начались тогда. И, соответственно, тогда и, скорее всего, там один раз поиспользовали, да, вот поднялся по трапу, другой раз поиспользовали, да, ну там, я не знаю, еще где-то там вдалеке прошел, парад Победы принял. Мне вот рассказывали, что была ситуация, когда тоже ФСОшники долго рассуждали, как принимать парад Победы, когда вот это был первый парад после вот Чеченской войны, и, соответственно, у них тогда было там большое обсуждение, все со всеми ругались, что нет, нельзя парад проводить, потому что слишком простреливаемая местность, у нас нет такого количества, значит, снайперов, чтобы все крыши тут занять и так далее. Назвали, давайте, в конце концов, там кто-то предложил, да, у нас есть вот там, и вот тогда еще пошли эти разговоры, эти шутки, там, да, Михаил Иванович, там, Иван Васильевич, там и так далее, то есть у нас есть вот, назвали, как ты его поименешь, тот человек, который похож, вот, для заходов в самолет, да, со спины. Вот, давайте пусть он постоит на параде, а что он похож? Якобы тогда впервые использовали, опять-таки, здесь, в общем-то, нельзя ни в коем случае быть уверенным, что так оно и было, но то, что такое обсуждение было, это прям тоже факт. Соответственно, возможно, использовали еще при каких-то обстоятельствах, а может быть, в конце концов, а сейчас я уже встаю на зыбкую такую почву, я не могу быть уверенным даже на 50% сейчас в том, что я говорю, но вдруг, если, например, у них прокатило, что называется, один раз прокатило, второй, в конце концов, они же нам врут, что у них Путин встречается сегодня с губернатором таким, а вчера, значит, с лидером партии такой, а позавчера с лидером партии такой. Мы это прямо уже отловили многократно, я имею в виду, мы, наблюдатели. И вот сейчас, в последний раз мы отловили это с 7 ноября и ближайшие две недели до его появления с этими орешками. Вот, да, собственно, понятно всем, что его не было ни в каком эфире. То есть мы понимаем, что Путин может нам врать о своем медиаприсутствии. То есть, соответственно, значит, почему ему не соврать нам, и в том числе, в общем-то, в своем таком появлении он, это не он. В конце концов, что там он сделать мог в Казахстане такого, что там прям требовало бы его личного присутствия. А на что бы там не хватило бы, я не знаю, там этого Ивана Васильевича или какого-нибудь еще там Удмурта или Банкетного. Ну, понятно же, что государственный визит, да, там все определяется заранее. Все бумаги заранее, в общем-то, проговорены. То есть там нужно просто походить, что называется, таблом посветить перед камерами, значит, порисовать картину и уехать. Поэтому совершенно нельзя исключать того, что вы правы в этой, казалось бы, безумной версии в том, что это был на самом деле не Путин, а один из его двойников. Если вот резюмировать покоротко вот так. Рислав, тут еще одна новость появилась. Дочь Путина получила паспорт на фамилию его покойного друга. Расследование сделал украинский канал ТСН. Итак, предполагаемая внебрачная дочь Путина, 21-летняя Елизавета Кривоногих, получила паспорт на имя Елизаветы Олеговны Рудновой. Журналисты изучили данные взломанной хакерами системы бронирования авиабилетов Сирена Тревел. Они утверждают, что под именем Елизаветы Рудновой девушка училась в Париже в школе менеджмента области культуры и искусства с 2002 по 2024 год. То есть дочка Путина, предполагаемая, училась где? Внимание, в Париже, которую Соловьев хочет уничтожить. Там то, что предполагаемая дочь Путина живет под фамилией Руднова, подтверждает агентство, ссылаясь на данные из утечек российских баз данных. В журналисте нашей системе Сирена Тревел два билета, которые она купила с той же даты рождения, что у Елизаветы Кривоноги. Олег Руднов, подаривший Елизавете фамилию и отчество, петербургский медиа-менеджер и давний друг Путина, который умер в 2015 году. Как писал проект, семья Рудновых неоднократно выполняла деликатные поручения в интересах Путина, в том числе занималась покупкой недвижимости для матери Елизаветы, Светланы Кривоногих и других родственников. Что скажет Ростислав Мурзакова? Ну, что тут сказать. У них такие вещи случаются, это нормально. Это его дочка, которая от Кривоногих, в общем-то, она многократно была таким фигурантом светских хроник, что называется. Собственно, они все как бы были многократно фигурантами светских хроник. Если вы помните, жена Тимура Иванова прямо вот в разгар уже войны, она ходила там по Парижу, наслаждалась его кривыми улочками и так далее и тому подобное. Да, 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 да. Как говорится, что дозволено Кесарю, то не дозволено Слесарю, да, то есть как это в Советском Союзе говорили, в котором вы, наверное, не жили. Ну, собственно говоря, поэтому у меня совершенно нет никакого удивления по поводу вот этой вот подмены, да, фамилии, потому что даже, например, если взять бывшую жену Путина, то когда он с ней разводился, там, как рассказывают люди, опять-таки, знающие, там был план, что он потом женится на одной гимнастке, фамилию, которую ни за что вам не назову, а вы никогда не догадаетесь. Значит, то есть, соответственно, он поэтому сказал даже вот в том обращении из Большого театра, где они с Людмилой стояли вместе, что я о своих планах пока говорить не могу, мне еще Людмилу, там, как там, по батюшке, я уж не помню, надо замуж выдать еще раз. То есть тогда уже был план, что у одного из мелких халуев путинских по фамилии Очеретный появится жена, которую будут звать Людмила, в общем-то, в предыдущем браке Путина, потому что, собственно, ну, просто Путин так решил, и просто человек по фамилии Очеретный был поставлен перед этим фактом. Соответственно, по каким-то причинам Путин решил, что она должна выйти замуж раньше, чем он повторно женится, и тогда для него все ништяк. Значит, тогда, значит, общество примет, раз у него жена, значит, счастливо ушла в новые отношения, а не брошенная, значит, несчастная женщина, значит, Путина не будет ненавидеть, соответственно, российский электорат. Так рассуждал Путин. Соответственно, сказано, сделано, за Очеретную ныне, в общем, выдали. Значит, тоже никто ни у кого ничего не спросил. Значит, брак состоялся. Понятно всем, что брак фейковый, ну, он младше, ее лет на 25. Они друг с другом толком никогда не общались. Никогда не было никаких перипетий, так сказать, которые предшествуют обычно браку, да, ну, то есть, встречи, обеды и ужины в ресторанах дорогих. Ну, вы понимаете, о чем. Вот, и, соответственно, вот этого всего не было, и вдруг сразу бах и брак. И, соответственно, поэтому многие тогда решили, что это фейковая история для того, чтобы Путин смог жениться на олене. Но по каким-то причинам жениться на олене Путин передумал, значит, но при этом Очеретный, в общем, поселился с Очеретной. И, да, более того, им даже дали такое брачное пособие от Путина. Им вручили несколько бизнесов, включая, в общем, стыдно сказать, бизнес по микрозаймам, который им дали, в общем-то, развить. Ну, конечно, довольно стыдно, что бывшая жена занимается микрозаймами, но здесь, наверное, тоже Путин думал, что пусть все говорят о ней и о ее новом муже, чем они занимаются, чем будут говорить обо мне, чем занимаюсь я, чем занимается Путин. Мы с вами много раз даже обсуждали. Это его доля в торговле российской нефтью, доля, которая приносит ему до 50 миллионов долларов в день, на секундочку. Вам и не снилось, что называется, и нам тоже. Поэтому, собственно говоря, да, вот эти вот все подмены, это все вранье собственному народу, всем международным партнерам. Это нормальное для Путина явление. Поэтому, боже мой, обмануть казахстанцев приездом Васильевича вместо Владимира еще – изикатка, как мои дети бы сказали. Руслан, вы, кстати, сказали очень фундаментально важную вещь. Жениться на Кабаевой он передумал. И, кстати, конспирологические теории… Мы расстроились за Алину сейчас даже, честно признайтесь. Я хотела сказать, что конспирологические теории о том, что Путин перестал существовать, умер, а вместо него возник двойник, связывают именно с тем, что лже-путин отказался жениться на Кабаевой. То есть это был уже двойник, и с Кабаевой жить ему не было нужно. Что скажете, Ростислав? Ну, вы знаете, еще раз, Путин давным-давно оторвался от коллектива, от остальной Российской Федерации настолько, что, собственно, он живет совершенно в своем микрокосмосе, он ведет себя как хочет, он не пересекается с людьми вообще. Понимаете, у него был период в жизни, когда он был очень активен в плане электоральном. Он общался, он ездил, он много разговаривал с очень разными людьми, и там вплоть до того, что даже я, вот у меня есть фотографии с ним, там он ходит рядом, все нормально. То есть у него был такой этап, когда он понимал, что вот президент – это, значит, руководитель всех россиян, и, значит, он должен вот иметь широкий круг общения. А потом у него этот либеральный порыв, его КГБшные друзья, которые снова облепили его как мухи, там одну субстанцию, и это я сейчас не промет, значит, они ему объяснили, что нет, Вов, это вовсе не обязательно. Ты великий, ты можешь общаться только с Махатной Гандзи, а он умер. Вот, и, соответственно, даже было такое заявление Путина, что ему общаться теперь не с кем. И, соответственно, здесь, в общем-то, он принял это, так сказать, пожелание своих вот этих КГБшных друзей, и тогда сократил свое общение до прямо вот минимума. И у него вдруг резко вот на том сроке, который был после Медведевского номинального президентского срока, вот Путин резко оградил свое общение со всеми. И все тогда начали думать, а что случилось? То есть начали, собственно, тогда появляться вот эти все версии конспирологические, которые мы с вами тоже, кстати, как-то обсуждали, что вот от этого рака, который у него нашли там в 10-11, что там он резко прогрессировал, что он умер, и что там так банкетный или там Василич, и остались на руководстве, а реально всеми ими рулили Патрушев там и компания там. Ну, хотя те, кто знают близко ситуацию, знают, что, честно говоря, все эти годы, наверное, повлиятнее, чем Патрушев были Аркадий, Роман, Шротенберг, Тимченко, братья Ковальчуки и, наверное, Сечин. Вот если вот брать по уровню, по убыванию, то, наверное, вот так вот тогда влияние распределялось, и только следом шел Патрушев. Но так или иначе, действительно, понимаете, когда человек живет отдельно от своей страны, то он может придумать любую мистификацию, или если он умер, то за его спиной могут придумать любую мистификацию, потому что человек живет отдельно от страны. Собственно, в чем прелесть демократии? Прелесть демократии в том, что так или иначе этот президент, даже будучи, ну, как в Штатах, например, самым влиятельным человеком мира, он пуповиной очень жестко связан с остальным населением. Если что-то он не так, значит, делает, то вплоть до того, что человек идет в магазин, покупает винтовку М-16 и стреляет этому политику, которая ему не нравится, в башку. Ну, вот демократия, она работает так. Понятно, что человек, который это сделал, он, в конце концов, садится, либо его убивают там снайперы на месте, но человек должен понимать, что то, что он делает, в сердцах, так сказать, людских отзывается. И отзывается самыми разными способами. Путин давным-давно понял, что все, что он делает, не отзывается в сердцах людей никак. Он с населением России не связан. Он связан только вот с этой своей парилкой. Вот кто там сидит у Ротенберга в бане, вот те вопросы и решают. А со всеми остальными и нечего обсуждать. И поэтому, если когда случилось так, что он помер, то эти вот испарилки, они вполне могли его заменить на двойника. Я не утверждаю, что так было. Я говорю, что они могли. Росислав, тут тоже такой небольшой очерк. Путин, который прибыл в Казахстан, или лже-путин. На заседание Путин. Да, да, простительная надпись. Я сегодня с утра плевался уже. Да, в его аэропорту встречали словами, еще раз давайте, чтобы посмотрели, повторение мать учения, ваше превосходительство. Это Казахстан. Ну, я не знаю, слово Хэллоуи, это будет слишком мягко. Лизоблюды, что это вообще такое? Какое вообще, что это такое? Я понимаю, что Казахстан не ратифицировал римский статут, но так унижаться уже, это вообще как? Ну, вы знаете, для меня, как и для моих многочисленных друзей и партнеров по работе из Казахстана, это, конечно, очень обидная ситуация, потому что Казахстан, к сожалению, сегодня сильно зависим от Путина, потому что у них связаны с Россией многие энергетические потоки, многие торговые события в Жан-Аузе, не помните, несколько лет назад, да, кто там помогал нынешним казахстанским элитам эти события разруливать. Это, собственно, был, к сожалению, Путин. И тогда зависимость усилилась, хотя могло случиться и по-другому, могло случиться и по украинскому сценарию. Понимаете, вот это вот все, к сожалению, не в пользу демократического вот этого большого лагеря стран сложилось. То есть, если бы, например, ни одна Украина пошла бы воевать с Путиным в свое время, если бы и Грузия последовательно бы, например, выступала за демократию и за евроинтеграцию, если бы в Беларуси победил бы вот этот настрой абсолютного большинства населения, которое тоже было уже против Путина, против диктатуры, я уж не говорю про таракана, понятно, там у него реальный рейтинг был 0,1%. Значит, если бы казахстанцы дожали свою вот эту же наузенскую историю, а не на штыках Путина, Назарбаева и так далее, ставили все-таки действующий режим, тогда бы все было везде по-другому. А сегодня смотрит Токаев на эту ситуацию, несмотря на все вот это вот его, знаете, сеграние золбаками, тогда, когда Путин в очередной раз нарочно коверкает его имя и отчество, ну вы помните, да, как он называет его? Камужимощимощь? Это в таком смысле. Я ввел для себя формулу такой, Камужимощимощь, это вот чаще всего он так говорит. То есть поэтому у него каждый раз сверкают глаза кочевника, очень на мои похожие, и, собственно, я понимаю даже, о чем у него мечта в этот момент, потому что кочевник в таких случаях он брал утравленную стрелу и аккуратненько между лопаток к такому дятлу отправлял. Значит, и Токаев хочет это сделать, но пока не может, понимаете, пока, потому что слишком зависимость велика, и пока, ну, с другой стороны, я их тоже вот не очень понимаю, всех этих ребят, ну, собрались бы как-то там втихаря, ну, я не знаю, по скайпу бы созвонились, там, по какому-нибудь у охранников телефона отобрали, и сказали бы, ребята, дайте вместе, ну, в конце концов, ну, достал этот Путин уже, ну, что вот он нам дает, да, вот так объективно, но сказать, чтобы Казахстан расцвел в последнее время, так ведь не скажешь. Да, понятно, что он живет получше, чем многие другие страны, потому что там есть природные ресурсы, там, кстати, была не такая уж и убогая государственная политика все эти годы, то есть там было правильнее, чем много где сделано все, и надо сказать, что правильнее, чем в России, конечно, хотя бы не утопили в крови, а не собственную страну и соседней. Значит, поэтому, собственно говоря, для меня, вот как просто для человека, эта ситуация странная, потому что я как человек хотел бы, чтобы эти люди, там, условно говоря, там в Казахстане, в Грузии, в Молдове, в других странах созвонились бы и сказали, что, ну, вот Украина выступила против, и даже несмотря на весь этот натиск путинский безумный, она выстояла, и она состоялась, и посмотрите, ее голос слышен во всем мире сегодня, а кто слышит голос сегодня, нас вот под путинских руководителей, и они могли бы, собственно, как бы противопостоять этому. Но как человек, который что-то понимает в политике и поработал каких-то там два-три десятка в ней, я, к сожалению, констатирую, что я понимаю, почему это происходит. Потому что для любого политика риск потерять свои ресурсы, риск потерять свою страну, управляемость в ней, он, конечно, перевешивает, как правило, вот то романтическое стремление, которое у Такаева видно, когда он вздрагивает, когда в очередной раз какие-то чудачества вот этого вот недомерка царя видит, направленный в свой адрес. Но, может быть, когда-то, в общем-то, и у них тоже взыграет самолюбие, потому что украинские политики тоже некоторое время, в общем-то, мирились с ролью младшего брата при Путине, ну, а потом перестали мириться. Розислав, вот важный момент, да, Путин приехал порисовать картину, когда курс евро к российскому рублю достиг 120,72, а доллара 114,5. И в этот момент Такаев говорит, рука не дрогнула, ваше превосходительство, ну, а Путин рисует картины. Это мизансцена, которую видел весь мир. Вы, с профессиональной точки зрения, аналитик, как вы оцениваете курс евро к рублю 127, а доллара 114,5. Это что значит? Надо здесь меня похвалить, потому что я позавчера еще на своем стриме, на своем канале говорил о том, что доллар будет на этих значениях и в ближайшее время. И я, кстати, прогнозирую ему поднять еще до 120 в ближайшие дни, так что давайте меня проверим и в этом, пообщавшись с вами на следующей неделе. Значит, вот сам себя не похвалишь, как говорится, да, кто похвалит. Вот, так вот, нет, нас если серьезно было понятно, что вот этот весь запас прочности российской экономики, он выбирается. И, кстати, вот помните, с каким вот негодованием мы с вами обсуждали, я тут чуть не ругался у вас в прямом эфире, про теневую торговлю танкерную. И, соответственно, кстати, обратили внимание, что рубль посыпался в день, когда был объявлен новый пакет санкций, вот в том числе по теневой торговле. И уже по 45 судам пошли движения, уже первые суда арестовываться начали. Потому что российская экономика вся зиждется вот на этой вот подпольной торговле нефтью. То есть им говорят, что у вас потолок, а они говорят, нам плевать, и продают по той тене, по которой договорятся там, условно, с Индией, там через Эмираты, через вот этих двух азербайджанских племянников Алиева. Мы с вами много это обсуждали, пытливый зритель в архиве у вас все это найдет. Значит, соответственно, я не говорю, что только в этом, конечно, причина, но отчасти и в этом тоже, это тоже факт. И, соответственно, в целом еще одна тяжелейшая пробоина в российской экономике. Почему рубль будет дальше падать? Почему я уверенно прогнозирую 120 в ближайшее время, хотя многие мои коллеги не раз обжигались на подобных прогнозах? А потому что сегодня не только танкерная торговля, не только, соответственно, высокая процентная ставка. Сегодня, посмотрите, одна из важнейших отраслей народного хозяйства, а именно строительная, сегодня в России практически легла на бок. Посмотрите, там абсолютно апокалиптические прогнозы по поводу стоимости квадратного метра. Прогнозируется снижение в разы, и это не либеральными СМИ, это путинскими СМИ, которые вот занимаются экономикой. Я, значит, не без удовольствия посмотрел на некогда любимый мной канал РБК, московский, и там вот посмотрел на эти вытянувшиеся лица, знаете, этих всех аналитиков, которые говорили про все вот это вот, и при этом я хотел, знаете, как-то вот я очень хотел, я раньше бывал у них в эфире как-то аналитик, и мне очень хотелось как-то вот сейчас вот выйти и сказать, ребят, а что случилось? А что не так? Ведь вы такие довольные, лоснящиеся были два года с предыдущих в эфире, вам вроде все нравилось, а что сейчас-то вы так запереживали? Понятно, что война, она всегда принесет как бы свой негативный эффект для экономики. Понятно, что вертолетная раздача денег всегда дает эффект краткосрочный, это даже мне, гуманитарию, понятно. Соответственно, теперь как бы вот мы видим на, собственно, экранах вытянувшееся лицо Эльвиры Сахивзатовны, моей, значит, соотечественницы по Башкортостану, и мы видим, что у нее уже там побежали крыски с корабля, у нее ушла там и Юдаева, удачного, уехав в Нью-Йорк, там преодолев санкционные барьеры, у нее ушла и там еще одна подружка, ее первая заместительница, ну как подружки, они все там подружки, но они при этом были очень зубастые такие дамы, они реально держали экономику страны втроем. И вот сейчас две трети уже этого коллектива поняли, что это гиблое дело, дохлый номер. Я теперь жду, когда уйдет и сама Сахивзатовна, и тогда, собственно, все повалится еще сильнее, потому что, ну вот здесь, в общем-то, роль личности в истории очень тяжело преувеличить, потому что она, конечно, к сожалению, свои таланты продала Путину вот за возможность ездить с этой мигалкой, вот что-то вот ей понравилось, к сожалению. Розислав, все обсуждают падение цен на нефть, которое может прийти вследствие после инаугурации Трампа. Насколько это реалистично? И вот договор в Саудовской Аравии, то, что добыча в Америке увеличится, потому что нефтяники финансировали компанию избирательную Трампа, и как это может повлиять на войну? Верите ли вы в Кут? А мы с вами это тоже прогнозировали, Даша, мы с вами молодцы, опять-таки еще раз себя с вами похвалим, потому что еще, ну правда, отмотайте месяца два-три назад, мы это прогнозировали, потому что, когда Трамп говорил, что он снизит цену на топливо, ну ежику было понятно, как он это будет делать. То есть понятно, что одного договора с арабами недостаточно, потому что, ну, арабам не надо ронять нефть тоже там ниже плинтуса, потому что, ну, зачем распродавать много ее, когда можно подороже продавать, значит, поменьше, и на подольше сохранить, значит, эту свою кубышку. Но ведь речь не только об этом идет, и, собственно, Трамп об этом уже проболтался много раз, когда он говорит о том, что он поставит барьер на торговлю с Китаем, но, собственно говоря, тут же, опять-таки, понятно все, что он говорит об этом, как о стимулировании американской экономики. Это бабушка надвое сказала, что там что-то поднимется, но то, что от этого снизится, это тоже понятно. Понятно, что снизится в мире во всем производство, понятно, что настанет некий экономический кризис, понятно, что, когда наступает экономический кризис, опять-таки, экономистом быть не надо, достаточно быть мной, чтобы понять, что цена на нефть еще снижается, А если плюс к этому есть какая-то все-таки изначальная договоренность по, значит, объемам нефти, да, или нефти, как говорят нефтяники в таких нефтяных регионах, как Башкортостан, да, это как вот следователи говорят, возбуждено уголовное дело, а нефтяники говорят только нефти, а не нефти. Я не знаю, почему. Вот, соответственно, вот это все как бы в комплексе работает на то, что действительно себестоимость той самой нефти, она может упасть там до 40-50, благодаря всем вот этим действиям. Еще раз, одно из них этого не решит, но все в комплексе решат, а Трамп совершенно точно все это будет делать, он уже все это народу обещал. Значит, и, соответственно, тогда, когда нефть падает, например, до 50, может быть, какой-нибудь экономист, который проспал последних лет 15 или был в запое все эти годы, он, может быть, скажет, ну и ладно, при 50 жить можно. Нет, нельзя, уже нельзя в России жить, потому что в России в последнее время абсолютно нерентабельной стала нефтянка, потому что они довели свои производства каких-то безумных уровней, они там разрывают там за полярным шельфом, они таскают какими-то безумными плечами, это все совершенно, все на откатных технологиях, все построено. Это все у них, если Советский Союз рухнул при цене 20, и это была цена себестоимости нефти, да, и это была та цена, при которой страна падает просто, ну, особенно если население ничего не делает для того, чтобы страна стояла, да, это важный момент, поэтому нам с вами надо дальше россиян обрабатывать, чтобы они не вставали плечом, не поддерживали путинский режим, когда он падать начнет, так как они не поддерживали советский, когда он начал разрушаться. И, соответственно, сейчас просто вот с помощью того, что управляют всем такие дилетанты, как Сечин и все его остальные подельники, связано с тем, что там главная задача у них не реально улучшить нефтяную промышленность, а как можно больше воровать, то есть вздувать расходы, когда вздуваешь расходы, воровать-то легче. Если ты пишешь, что у тебя освоение здесь, значит, стоит, значит, на баррель там, я не знаю, там, 45, но надо все равно осваивать, потому что перспективно. Понятно, что с этого 45 ты воруешь там условно 20 барреля, и поэтому как бы ты становишься ментально мультимиллиардером, там, перекачиваешь там деньги в какой-нибудь родственный Азербайджан, Катар, там, Эмираты, и у тебя там кубышка, у тебя там все жены, любовницы, любовники, все там живут, все счастливы, да, кроме, соответственно, российского бюджета, который при падении до 50, он уже не будет это давление выдерживать. И, собственно говоря, вот поэтому те, кто думают, что при 50 Россия может существовать, не, она не сможет, она развалится очень быстро. Уважаемые аудитории, вы традиционно знаете, что очень часто прогнозы Ростислава Мужзагулова сбываются, его анализ сбывается. Как говорится, если не похвалишь Ростислава Мужзагулова, то не похвалишь Ростислава Мужзагулова. Будем его хвалить вместе. В комментариях напишите несколько теплых слов в поддержку Украины, напишите, что вы об этом думаете, напишите ваш анализ. Подпишитесь на все YouTube-каналы и соцсети Ростислава Мужзагулова. Подпишитесь на мой YouTube-канал, да, счастливо. Спасибо вам большое. Мы деремся к полумиллионам очень уверенно, работаем для аудитории по всему миру. Поэтому в комментариях напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите, из какого города и несколько теплых слов в поддержку Украины. Ростислава, благодарю вас. Ростислав Мужзагулова, бывший политехнолог Кремля. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Спасибо. Счастливо.